Всем доброго, замечательного, тёплого, уютного того ещё вечера. Да, за окном дождь и немножко прохладно, а в студии 12-го канала сегодня лучи софитов, греют Андрея Крылова. И вообще здесь два солнца, ты да я. Я, это Андрей Крылов, да, ты, это Наталья Змага. Ну что же мы будем скромничать-то? Солнце-то просто так вот оно не берётся вдруг. Кстати, не заходите за мою территорию, пожалуйста. Ах, вот оно, звёзды не ездят в метро, солнце с солнцем не встречается. Нет, мы, господа, уважаемые наши зрители, мы не поссорились, мы просто решили... Разделить территорию студии. Между прочим, вот это вот огораживание было свойственно человеку ещё с феодальных времён, когда вбивали колья и говорили, вот это пахотная земля моя, вот это мой выгон. Такая же тенденция. Да, в современности то же самое происходит, жители многих домов, чтобы сохранить свои парковочные места, огораживают придомовую территорию. И не только парковочные места-то, между прочим. Детские площадки. А вообще эту всю территорию, да. Вот тема нашего сегодняшнего эфира, вот про вот это вот самое. Про заборы, шлагбаумы. Мы так пораскинули своими солнечными мозгами налево, направо и решили, что не будем мы так вот уж сильно заумно называть нашу сегодняшнюю программу, точнее, тему нашей сегодняшней программы. И мы сказали так, подзаборная жизнь, о ней сегодня будем говорить в прямом эфире. И, как всегда, мы уже запустили опрос на нашей страничке ВКонтакте. Дублируется этот опрос на страничке 12 канала. И вопрос звучит так. Нужно ли обносить многоквартирные дома забором? И вариантов ответов. Да, это повышает безопасность жильцов. Нет, это мешает проезду машин, спецслужб 01, 02, 03, 04. Да, это позволяет сохранить придомовую территорию в чистоте и порядке, что тоже немаловажно для жителей. Нет, это мешает передвижению жителей соседних домов. Ну, просто приходится обходить эти огромные территории. Да, 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 крюк делать по дороге на остановку. Да, это объединяет жильцов. Все как-то сразу дружить начинают. Против кого? Следить за этим огородом своим огороженным. И последний вариант ответа. Нет, это дополнительная трата денег на обслуживание жилья. Также мы ждем ваших комментариев. Если у вас какое-то другое мнение, и вы очень хотите его выразить в прямом эфире 12 канала, мы обязательно зачитаем ваши сообщения. А кому удобнее, наберите нас здесь, прямо в студии, по прямому телефону 607044. Ну и вопрос зрителям, с которыми мы будем общаться. По проводам. Да, да, да. Вы сторонник огораживания многоквартирного дома. И почему? Вот вы за возведение забора или вы против возведения вот этого самого забора? Ну, если ни одна из тем, предложенных вами для обсуждения, вас не затрагивает, я не сказал, не звоните нам. Звоните нам, высказывайте свое личное мнение в рамках вот этой вот темы, в рамках вот этого забора, который мы с Натальей и определили. Еще сегодня у нас работает также опрос на страничке в Одноклассниках, и у нас есть уже такой комментарий от Альяса Ахметова. Многоквартирный дом, огороженный забором, походит на гетто. Это признак того, что в городе бардак в сфере ЖКХ. Ну вот если вы с ним согласны или не согласны, звоните 607044, напоминая номер телефона. И есть несколько комментариев ВКонтакте. Здесь Сергей Королев пишет, я работаю в пожарной охране, проезд на территорию огороженных дворов проблематичен, если на выезде нет охраны. Но это вот человек со знанием дела, все-таки выезжает на пожары. Больше неудобства доставляют неохраняемые шлагбаумы, которые установлены на въезде во дворы или коттеджные поселки. А также установлены посреди дворов различные препятствия. Это железобетонные блоки, столбики и клумбы. То, что вообще никак не убрать. Мой совет вам, дорогой, уважаемый пожарный города Омска, господин Королев. Пожарная машина, это такая машина, которая может вот это вот... Шлагбаум снести. Из фанетки сделанной там. А если это железобетонный блок? А вот тут уже сложнее, тогда можно сгореть окончательно и бесповоротно, что называется. Заборы, вот первый комментарий, который ты прочитала, это бардак в сфере ЖКХ. А при чем тут ЖКХ? Когда мы сами возводим вот эти самые заборы, мы скидываемся и строим вот этот мрак и ужас. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Как вас зовут? Добрый вечер, Иосиф Сергеевич. Да, Иосиф Сергеевич. Ваше мнение, комментарий? Ну вот у нас получается, что мы живем по поводу ограды. По поводу ограды. Мы жили, значит, у нас одно общежитие стоит по улице Лермонтова, после Балдина до десятилетия. И посередине у нас построили элитный дом. Там вот помощник депутата, Эрн Алион, депутат, гроссоветов, все выходили, что говорит. И раньше у нас был тротуар вдоль дома. Вот. И вот за городину тротуар решеткой. И мы сейчас ходим по проезжей части. А вы куда-нибудь обращались с этой проблемой? Ну обращались. Суд вроде, ну никаких решений нет вроде. Как? Суд вообще оставил без внимания ваше заявление? Получается так, что ли? Ну нет. Напомните еще, пожалуйста, раз улицы. Улица вот Шабалдина и Павро Десятилетия и Лермонтова. Вот это там две общежития стоят по краю, а посередине элитный дом у нас. Вот они загородили с улицы, с 13 линии загородили. Тотуар. Под решетку. То есть все-таки заявление есть, вы обращались, да? Никто не отреагировал? Ну я точно не знаю. Ну вроде говоришь, что есть заявление. Ну забор так и не снесли, да? Результат. Ну продублируйте. Мы стоим, ходим по проезжей части. То есть вы, получается, против заборов? Нет, я не против заборов, но пускай они ставят, ну как положено, что ли. Мы не против, чтобы они детскую площадку огородили свою. Ну зачем отжимать-то от жителей, ну, в происходном зоне, так можно сказать. Понятно. Спасибо вам за звонок. Я напоминаю телефон нашего прямого эфира 607044. Звоните, высказывайте свое мнение. Оно нам действительно необходимо знать, раз уж мы затрагиваем такую тему. Вообще вот мне нравится вот это слово «гетто». Я возвращаюсь к эстетической составляющей вот этого огораживания, вот этого заборостроительства повального в городе Омске. Ну это что, это какие-то непонятные… Город в квадратиках. Да какие квадратики, надо же не квадратики, там какие-то вот ржавые, какие-то вот эти вот толстые. Что подешевле. Что подешевле. А ведь, дорогие наши зрители, забор – это классическое ограждение, необходимое для полноценной защиты и эстетического восприятия этого архитектурного объекта. То есть вы предлагаете хотя бы красивые деревья забора? Конечно. Вот заборы бывают, например, кованые. Да, это какие-то витые вензеля, уникальные цветы, лоза из металла, пики, устремленные вверх, из разных металлов это может все вот этого делаться. Заборы бывают деревянные. Ну мне кажется, это очень экологически чистый такой материал. Да, это классика жанра, соответствующая экологическим нормам, это высокий уровень прочности. Но все-таки это пожароопасный материал. Я вот как-то против деревянных заборов. Да? Да? Да. У нас есть телефонный звонок, потом про заборы поговорим, про наши эстетические вкусы. Доброго вам вечера. Добрый вечер. Вы в прямом эфире, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела сказать, что это действительно очень распространено в последнее время в городе Омске, что огораживают оградами территории вокруг каких-то домов и не оставляют совершенно пешеходных тротуаров. У вас тоже такая проблема? Да, вот когда сворачиваешь с улицы Гагарина на улицу Сину, и там и так узкая эта дорога, да еще забор полностью не оставил места для тротуара. Причем, что самое обидное, что вокруг дома большая территория, которая никак не используется, и тем не менее она огорожена забором. Там вполне можно было отступить метр-то уж как минимум, там и 10 метров можно было бы отступить. Актуальная тема у нас получается? Вот кто-то все-таки, я думаю, раньше как-то главный архитектор утверждал план города, как-то раньше согласовывали. Ну, мы чуть-чуть попозже поговорим об этом обязательно. Есть действительно нормы и согласование необходимо с определенными службами и как раз вот с архитектурой. Вообще вот это... Спасибо вам за звонок. Спасибо, да. Вот эта вот постановка вот этого забора, это такая, мне кажется, небольшая... Почему небольшая? Я буду говорить откровенно. Это большая дискриминация. Вот у них вот за этими заборами квартиры там на 50 квадратных метров больше, чем моя. И они себя считают элитой города Омска. Они не ходят, как наши вот двое радиослушателей, которые звонили, они не ходят на остановку вдоль этого забора, они едут... На автомобиль. На автомобиль. Но с другой стороны, тоже можно их понять, они защищают свои парковочные места, потому что он... Это центр города, допустим, да, вот то, что называли адреса и Лермонтова, и Гагарина. Им нужно прийти, приехать с работы на автомобиле, поставить на свое место и быть уверенным, что никто эту машину не забросает камнями, не скрутит никакой значок, не разобьет стекло, не украдет автомагнитолу. И, опять же, очень много людей без определенного места жительства, которые не прочь на детских площадках, знаете ли, огородить себе небольшой дом. Вот все-таки, Наташа, какой я мягкий человек. Вот я вроде бы в одну сторону так уверенно креню, 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 а потом ты говоришь, ну это же вот так, это же может быть так. Я думаю, ну действительно, оно же может быть так. Но тут нужно выслушать все стороны. Да, все стороны. Телефон прямого эфира 607044. Звоните, высказывайте свое мнение. Эстетические воззрения Андрея Крылова и Натальи Змаги по поводу заборов. Следующий. Заборы бывают из профнастила. О, у меня такой забор. Я хотел сказать, это ужас. После профнастила примем звонок. Давайте тогда после эфира профнастила обсудим, потому что сейчас у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как зовут вас? Это мне? Да, это вам. Да, вы в прямом эфире, как вас зовут? Здравствуйте, добрый вечер. Добрый. Вас беспокоит Ситковский Павел Митрофанович. Я живу в солнечном поселке. У вас проблема с забором? Я против заборов. Ну скажите, пожалуйста, что нам делать? Нам администрации врагови, шрейдерам, в детском садике организовали милицию. Да? Вот. Это военизированная, механизированная часть. Но стоянки для посетителей, для машин нету. У нас двор, как сказать, не дворовый проезд. А у нас называется дворушка вдоль дверей. Это называется подъезд к квартирам. Но этот подъезд к квартирам сделали автосменной стралью. А, то есть проезжают мимо. Ставить негде. Ставить во дворе. Вот вам как раз забор нужен, да? Нам выйти нельзя. Обращались куда? Везде обращались. В ЖКО, в милицию. Вот. Нам даже МЧС дали разрешение посредине положить блок. Я, конечно, против этого, потому что ни скорая помощь не приедет, ни сами себе сделано. Но что нам дальше делать? Куда не обратись, я скажу, а что мы сделаем? А что мы сделаем? Вам нужно, скорее всего, по этому проезду у людей в Москве, например, если через двор проехал, 3000 рублей штрафа. Потому что сквозь зону срогласно правил дарное движение, но проезд через двор запрещен. Вам, скорее всего, нужно собирать собрание жильцов и решать, ставить какой-то вот действительно блок, забор, либо шлагбаум, у которого будет охранник, который в нужный момент нажмет кнопку и пропустит ту же машину МЧС. Павел Митрофанович, вот это огораживание, эти блоки, эти опускающиеся, поднимающиеся бревнушки полосатые, это палка о двух концах. Сохрани и помилуй пожар на втором этаже, а кто-то живет на пятом. И эвакуацию нужно делать вот на этой вот стреле пожарной, выдвигающейся этой лестнице. А машине не проехать, потому что блок лежит. И что, пожарные пока этими ломниками этот блок сдвинут, да весь дом уже сгорит. Ладно, можно на таран. Может быть, не блок, может быть, все-таки шлагбаум, который бы открывался в нужный момент. Ну да, шлагбаум можно взять тараном. Машина хорошая у пожарников. Ну что, я предлагаю наши эстетические воззрения уже отложить тоже, но с этими самыми заборами, потому что заборы всякие бывают, красивые, некрасивые, страшные, не страшные, приятные, неприятные, долговечные, недолговечные. Предлагаю сейчас вместе со зрителями посмотреть опрос, который снял наш корреспондент Наэль Барбар. Он вышел на улицы и узнал у жителей, как же они относятся к такому вот огораживанию собственной территории. Как Вы относитесь к тому, что в городе все больше заборов появляется? Многоквартирные дома пытаются отградиться. Ну, время такое сейчас. Вот оно пошло. А я, как пожилой человек, всегда без заборов жил, довольно свободно. С любым можно было поздороваться, с любым можно было поговорить. Любой проходил и говорил, здравствуйте, а сейчас этого нет. Не доверяем, конечно, потому что на самом деле много случаев таких, когда людей грабят, нападают, люди стараются защищаться. Я думаю, наверное, по этой причине. Отрицательно. Почему? А потому что все ходы закрыты, нигде ничего не пройти. Надо круги километры давать. Ну, это хорошая вообще тенденция по вашему. Все больше и больше заборов. Не знаю, даже не задумывалась. Ну, все-таки порядка больше все-таки. Мне кажется, они не мешают ничему. Ну, ведь меньше места, куда можно пройти, например. Ну, здесь есть забор, мне кажется, есть калитка всегда, через которую можно зайти в двор. Ну, и тем более, зачем чужим людям заходить в чужие дворы? Доставщики той же еды или еще кто-то не может к нам попасть элементарно. Это является тоже проблемой. А так люди отгораживаются, считают, что это более безопасно. Ну, это хорошо. Везде свои есть плюсы, везде минусы. В какой-то степени это мера безопасности. Большую проблему не вижу в этом, честно говоря. Плохо отношусь. Почему? Потому что я человек, как говорится, старой формации. Я еще знаю, когда те времена, когда было все открыто и все доступно, так скажем. Но никаких таких воровства такого, во всяком случае, не было. И безобразие во дворах. Как-то и молодежь себя вела поприличнее. Вот это вот мнение о мечей, оно тоже разница. Я вот согласна с первым мужчиной, который всегда никаких не было раньше преград, чтобы поговорить с соседом. А я вот не согласен с последним гражданкой опрашиваемой. У нас есть телефонный звонок, послушаем. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Елена Гавриловна. Ваш комментарий, мнение? На Карелосинской я живу, в Ленинском районе. И у нас сделано так. Две дороги, это самое, проездные две дороги. А асфальт, тротуара нет вообще, тротуара. И школьники ходят, и ходят бабушки. А вы куда-нибудь обращались с этой проблемой? А? Куда-нибудь обращались с этой проблемой? Ой, да уже везде обращались. И что вам отвечают? Никто ничего не помогает. Ну, а как они аргументируют? Вообще это самое. И вот я не знаю, вот ходят, и сейчас вот дождь идет. Хорошо, хорошо, Елена Гавриловна, спасибо вам за ваше мнение, за вашу озабоченность. Мы продолжаем вот эту тему огородки. Да, и обсудим мы ее с нашей гостьей. Сегодня в гостях у программы «Тот еще вечер» Светлана Сергеенко. Светлана Израилевна более 30 лет является старшей по дому. В 2007-2010 годах была председателем КТОС «Центральный-1». Она – член Общественного совета Государственной жилищной инспекции, председатель Совета многоквартирных домов. В канун 300-летия города Омска была награждена медалью имени Сергея Манякина. Активный, увлеченный своей общественной работой человек. В свободное время любит с лукошком прогуляться в лесу. Особенно в сезон сбора грибов и ягод. Здравствуйте, Светлана Израильевна. Доброго вам вечера. Добрый вечер. Вот вы слышали, вы были рядом здесь в студии, все видели, все слышали. И вот как вы относитесь к строению забора вокруг многоквартирного жилого дома? Видите, надо каждый случай разбирать индивидуально. Я могу рассказать про свой дом. Рассказывайте. Наш дом находится в центре, в районе драмтеатра. У нас нет такого микрорайона и забора как такового нет. Но у нас, естественно, сделано ограждение. Поскольку рядом очень много не только фирм, а рядом расположено Министерство строительства, рядом расположен Омграждан проект, ТГК-11. Я все не буду перечислять и так далее. А там очень много зданий. Тогда, когда у нас был свободный доступ во двор, во дворе нашего дома стояло до 50 машин, с которыми бороться было просто невозможно. Но это было порядка 10 лет назад. Сейчас ситуация, сами понимаете, машин еще больше. По жилищному кодексу, новому жилищному кодексу, он не новый, уже принятый в 2005 году, статья 36-я гласит, что территория придомовая является собственностью собственников. Простите за каламбур, собственностью собственников жилья. И вы решили поставить забор, да? Да. Мы сначала приватизировали землю. Мы прошли очень много инстанций, но не из-за ограждений, из-за забора, по приватизации земли. То есть сначала землю нужно приватизировать? Обязательно. Первым условием является. Второе, что нужно сделать? Обязательно приватизировать землю, чтобы земля была внесена в государственный кадастровый реестр. Земля, так как мы собственники, мы вправе распорядиться ей. Так вот, да, забегая вперед, и как распорядились? Вот машин стало меньше, и появилось что? Нет, сначала был поставлен элементарный шлагбаум, который свободно открывался и закрывался. Посторонние машины пользовались этим, и также попадали на нашу территорию, но гораздо меньше. Не спас положение шлагбаума. Впоследствии, естественно, надо провести общее собрание и решить вопрос о том, что поставить ограждение или нет. И какое ограждение, здесь очень много от этого зависит. Если поставить ограждение, должно быть одно единственное условие, чтобы оно не стояло на инженерных коммуникациях. Это одно единственное условие. Остальное все зависит от собственников. Но, помимо всего прочего, я вас не пугаю. Вот согласование с этими службами, вот МЧС, скорая, как вы ничего не делали? Абсолютно, я еще раз повторяю. Это территория собственников. А вот приезжает к вам скорая, она как заезжает? У нас, сейчас у нас автоматические ворота. У тех владельцев машин есть пульты. Пульт нажимаешь, ворота открываются, автоматически они закрываются. Все службы, которые приезжают, там у нас Горгаз приезжает, да, и скорая помощь. У нас наша управляющая компания часто приезжает. Вот. Все знают, что можно позвонить в любую квартиру, в любую. На калитке есть домофон. Пожалуйста, вам откроют. Это без проблем. У нас с этим проблем нет. Я понимаю, что дом ваш в центре, и непростые люди живут в домах, которые в центре. Это простые, у нас как раз. Светлана живет. У нас как раз простые люди. У нас как раз простые люди. Я хотел обострить ситуацию. Ну, вы же несете дополнительные расходы? Или это стоит того, чтобы вот можно было на этой территории и машину свою удобно поставить, и там клумбочку разбить, и не волноваться, что вот сейчас заедет Петя Тютькин, который приехал в какое-то там ведомство, какое-то рядом с домом. Я понимаю ваш вопрос. Как это выражается в материальном плане? Правильно я поняла? Да, да. У нас, когда мы делали ограждение, да, какие-то деньги мы собирали. Но в основном нам помогли, у нас два предпринимателя, они нам помогли установить вот этот забор. Забор у нас, ну, не скажешь, что он эстетически красивый, но более-менее. Не кованный. Нет, кованный. Ну, тогда это наши... Нет, красивый там, можно сказать, даже красивый. Эстетическим воззрением соответствует. Причем абсолютно видно, что там происходит за территорией, что происходит у нас во дворе. Материально мы единственное, за что платим, платят владельцы машин, те, которые имеют пульты управления. Платят, нас обслуживает факториал, и все, мы платим только за это. Забор поставлен, и больше мы ничего не несем. У нас нет охраны. То есть в некоторых рядом дом есть охрана, у нас нет охраны. То есть если у меня нет машины, я и ничего не плачу. У вас это такое, да? Да, получается так. Ну, мы платим факториалу дополнительно, у кого есть вот пульты управления. Ваш совет в заключении нашей сегодняшней встречи. Все-таки делать забор или нет? Вам вот как жильцу дома с забором стало спокойнее жить сейчас? Ну, естественно, нам стало не только спокойнее. У нас теперь въезжают во двор только машины наших владельцев, которые живут в нашем доме. Это естественно. Если у нас так 15 машин стоит во дворе, а я вам сказала, что въезжало 50, пожалуйста, сравните, есть разница. И тротуары рядом есть, да? У нас нет. Не мешает с этим? Вот наш дом индивидуальный, я говорю, это в каждом особом случае. Да, я сама прохожу рядом, дом закрытый. Хорошо, у меня есть ключи, от этого я могу пройти. И также у некоторых жильцов. Но это, конечно, ограничивает в какой-то мере свободу передвижения, особенно пожилых людей. Особенно пожилых людей. Но вот индивидуально наш дом иного не дано. Просто тогда мы не сможем пользоваться. Была безвыходная ситуация. Да. И на какие-то жертвы пришлось пойти. Светлана Анатольевна, большое спасибо вам за эту встречу. Большое спасибо за этот вечер. Тепла, благополучия и процветания вашему огражденному дому. Спасибо. Спасибо вам большое. До встречи. Время подвести итоги нашего опроса. Итак, мы задавали вам вопрос. Надо ли обносить многоквартирные дома забором? Да, это повышает безопасность жильцов. Почти 15% респондентов именно так ответят. А форум у меня не получается, да? Да, повышает. Нет, это мешает проезду машин спецслужб 0102, 0304. Лидер нашего сегодняшнего голосования 37% опрошенных проголосовали именно так. Если ставить хорошую технику, нормальные заборы, как мы выяснили в разговоре с нашей гостьей Светланой Израильной, все будет нормально. Все будет хорошо. Да, это позволяет сохранить придомовую территорию в чистоте и порядке, чтобы все было чисто, хорошо. Уютно, цветочки никто не рвал и не гадил. И сколько же? Это 23%. Есть своя сермяжная правда в этом проценте, да. Нет, это мешает передвижению жителей соседних домов. Это то, о чем говорили сегодня телезрители, которые звонили к нам в студию. 14%. Нет, это объединяет жильцов. Так вообще никто не проголосовал. То есть заборы людей не объединяют. Спрячь ты хоть что за этим забором, все равно будет разъединение. Как-то люди начинают, кто сколько денег сдал, стоит ли сдавать, начинают спорить, ругаться. И в общем забор раздора получается. Опять же, наша гостья нам посоветовала буквально несколько минут назад. Нужно вычислить в этом доме своего корейку и заставить принудить, как это сейчас принято говорить, оплате вот этого нашего дома. Тогда будет все хорошо. И вот последний еще вариант скажу. 9% так проголосовали. Нет, это дополнительная трата денег на обслуживание жилья. Лично считаю я так. Ну вот, голосование получилось вот таким, как получилось. Наташа, я предлагаю убрать вот эту разделительную полоску. Согласна. Вот пусть оно будет так. Мы объединились только к концу нашего эфира. Пришли к единому мнению, что заборы нужно ставить с умом и действительно подходить к каждой ситуации индивидуально. И я думаю, что вот эта злободневная тема, которую мы так горячо обсуждали и вместе с Натальей, с нашими телезрителями, она не испортила вам настроение. Хотя, ну вот эти звонки, которые были, я проникся. Люди ходят по проезжей части. Ну как-то давайте решать этот вопрос цивилизованным способом. Нам остается только что сделать. Попрощаться с нашими телезрителями. Сегодня в студии 12 канала для вас работали Андрей Калурков. И Наталья Змага. Всего вам самого-самого доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин